В Люберцах приступили к долгожданному ремонту Дворца культуры. Как преобразится историческое здание и какие работы будут выполнены внутри Дворца культуры в летний период, расскажет наш корреспондент. При входе разместят две гардеробные и обновят освещение. На первом этаже отремонтируют коридоры и фойе. За счёт демонтажа стен, перегородок и неиспользуемых дверей его сделают просторнее и уютнее. Стены украсят портретами выдающихся людей, чьи имена связаны с историей Люберецкого края, и фотографиями прославленных коллективов Дворца культуры. А в помещении бывшего кафе обустроят современный хореографический зал с балетными станками. На данном этапе у нас заканчиваются демонтажные работы, и мы приступаем к общестроительным работам. Конечно, мы все ждали этого ремонта. У нас будет светлое здание, новое, обновлённое. Наши дети с удовольствием будут сюда приходить и наслаждаться новизной. Работы кипят и на цокольном этаже. Здесь выполнят перепланировку туалетных комнат, заменят сантехнику, приведут в порядок технические помещения. Обновят и фасадные входные группы. Ход работ проверил глава округа Владимир Волков. ДК – это наше историческое здание. Он построен был в 1961 году. Фактически вокруг него и выстраивался весь город Люберца. И, конечно, приходит время, когда нужно обновлять свои основные фонды. Самое главное, что в летний период проходит ремонт, и он не затруднит учебный процесс. Наш Дом культуры будет выглядеть абсолютно по-другому. Современно, с учётом тех исторических ценностей, которые создавались, когда он строился. К концу лета ремонт будет завершён. И уже в сентябре обновлённый Дворец культуры откроет двери для посетителей. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.